Мы продолжаем с помощью Всевышнего короткие комментарии к недельным главам. Мы дошли до главы Ваера. Урок посвящается. И в этот раз я решил выбрать стих из книги Мишлей, не тот, который выбирает Робина Бахья. В этом году мы же не совсем комментируем по недельным главам, а скорее комментируем какие-то стихи из Мишлей, из книги Придж. Иногда из Кохелета, может быть, еще будет. И к этой недельной главе я решил выбрать два стиха, оба из 18 главы книги Мишлей, на базе того, что Талмуд выбирает эти стихи по отношению к истории с Лотом. Лотом и его дочерьми. Вообще Лотом и Аврагамом сначала, да, вся эта динамика непростая взаимоотношений между Аврагамом и его племянником Лотом, который сначала, видимо, был лучшей из его семьи. Он присоединился к Аврагаму в его поездках. Это было непростое испытание, как Хазаль учат, что Аврагам покидал очень дом. И из всех людей, которые были в его довольно немаленькой семье, к нему присоединился только Лот со своей семьей. И тем не менее, хотя сначала у Лота, видимо, Лот, видимо, давал большие надежды, результат был, как мы знаем, что они разделились. И более того, что у Лота появились на свет дети от его собственных дочерей. И позже эти нации стали врагами еврейского народа. И Тора напишет, чтобы не искать их мира, не пытаться с ними сделать союз. И более того, что их дети, переходящие в иудаизм, не становятся полноценными евреями, как другие. Гейрим, как говорит Тора, что они не могут зайти в общину Израиля. Да, Луяво, Аммонио, Муави, не могут зайти в Ликхаля Шем, в общину Всевышнего. И тому объясняют, что не имеется в виду, что они вообще не могут перейти в иудаизм. В иудаизм они могут, в принципе, перейти. Но жениться на обычной еврейке они после этого не могут. Причем это верно не только для них, но и для их потомков. Что, конечно, означало, что переход в иудаизм для них почти закрыт. Да, что теоретически может какой-то аммонитянин перейти в иудаизм, но, во-первых, он будет знать, что всю жизнь он, его сын и его внук все будут иметь эту стигму, не смогут никогда жениться на обычной еврейке. Это раз. Во-вторых, я не знаю, насколько вообще евреи захотят принимать такого Гера, потому что если он перейдет в иудаизм, то получится, что это еще один человек, у которого статус подобный Мамзеру, что его нужно будет следить за тем, чтобы он и его потомки не перемешались с еврейской нацией. Это все не так просто. Поэтому я предполагаю, что переход в иудаизм у этих наций почти полностью был закрыт для них. Хотя торы, как я сказал, согласно интерпретации, хазар не запрещает им переходить в иудаизм. Само по себе гейрут им не запрещен. Только халяшем, хазар понимает, не как запрет им их принимать вообще в общину Израиля. Они могут стать евреями, но останутся отдельной общиной и не перемешаются с нами. То есть они не смогут иметь общих детей и всегда будут оставаться отдельной нацией внутри иудаизма. И это наверняка привело к тому, что очень редко кто-то из них переходил в иудаизм, может быть и никогда даже в тот период времени. Может быть у них и интереса особенно к этому не было, потому что в основном эти нации ОМОН и МОАВ были враждующими с нами нациями. И во сразу же честь Медраши, которые тоже поддерживают то, что я сейчас сказал, что это не только был вопрос ихуса, вопрос женитьбы, но и общий вопрос перехода в иудаизм, что фактически они были отделены от нашего народа навсегда и навсегда, после того, что произошло. Но, как вы знаете наверняка, хазар учат, что к женщинам это не относилось, поэтому женщина из Моава или ОМОНа могла перейти в иудаизм, и более того, не только что могла, а действительно были единичные случаи, известные два, это две женщины, это Рут Мовитянка и Наама Амонитянка, немножко позже, несколько поколений позже, были две великие женщины, которые когда-то перешли в иудаизм, и не только что стали частью еврейского народа, но еще и вдобавок породили династию, ну в случае Рут, династию Давида, в случае Наамы она была женой Шломо и матерью следующего царя Рехавама, то есть получается, что династия Давида имеет кровь и от Моава, и от ОМОНа через их женщин. Но в отношении к мужчинам, вот путь навсегда был, получается, закрыт. Сегодня все эти законы не относятся, потому что, как заключает Талмуд, эти нации уже давно перемешались, это нации, которые жили в современной Ордании, в государстве Ордания. Но сегодня мы не знаем, кто из них из ОМОНа и Моава, а кто просто из каких-то других наций, близких к ним, арабские нации, например, которые в основном происходили из аравийского полуострова. Сегодня мы всех называем арабами, но арабов тоже, они не все потомки Ишмаэля напрямую, они какие-то смеси, без сомнения, но в таком случае, какая-то часть из людей, которые, может быть, живут в этих местах, или не только в этих местах, оно происходит из ОМОНа и Моава, но Талмуд заключает, что мы идем за большинством, поэтому если какой-то иорданец захочет прийти в иудаизм, то мы его примем, и он сможет жениться на обычной еврейке. Поэтому эти законы, видимо, Мина Шамаем, Всевышний наверняка хотел этого, чтобы у этих наций появился шанс в более поздний период времени, но пока эти нации были отдельные, пока ОМОН и Моав составляли отдельные враждующие нации, Всевышний запретил принимать их, переходцев в иудаизм, принимать в общину, то есть смешиваться с ними, выходить замуж за них для евреек. Так вот, Талмуд описывает два стиха из книги Мишлей, из 18 главы, стих 19 и 1 стих этой же главы. Это два стиха, которые он описывает в отношении истории с Лотом. Мы сначала пробуем перевести эти два стиха, потом прочтем комментарии некоторых Винницкого Гаона в основном к этим стихам. Значит, говорится, в Талмуде, это в двух местах Талмуде, в трактате Назир на 23-й странице и в трактате Горайот на 10-й странице, что Рава учил так, что это написано? Это очень сложно перевести этот стих, но комментаторы переводят его примерно следующим образом, что, ну, Ах, это, конечно, брат. Лот был врагам у брата в каком-то смысле. Он его так называл в главе Лехлиха, что он услышал, что его брат был похищен. Я уже говорил, что в Торе связи родственные часто называются не таким же точным образом, как сегодня. Сегодня, например, человек племянника не назовет братом. Но в Торе это запросто происходит. Внука можно назвать сыном, внучку дочкой, сестрой называют Авраам Сару, которая, по-хазар, была его племянницей и так далее, и так далее. Значит, брат, когда он не пша, то есть это слово пеша, когда поссорились с братом, это не кирьят оз, еще хуже можно так перевести, как будто здесь пропущено слово хуже, чем. Бывает такое, что Мишле, это же в притче, они говорят коротко, то есть дословно, брат взбунтовавший более чем, чем сильный город. То есть хуже взбунтовавшийся брат, это больше обычно, когда братья поссорились, больше разделение происходит, чем даже сильный город взять. Легче сильный город захватить, чем иногда такая вражда между братьями, больше, чем даже более сложная, подчинить, как говорится, зашить порванное, чем в случаях, когда нужно завоевать город, тяжелее завоевать город. Такого плана выражения есть. В другом месте Мишле, например, говорится, что лучше тот, кто долготерпив, чем сильный, и тот, кто своим духом властвует, чем тот, кто захватывает город. То есть я имею в виду, что выражение захватить город, в том смысле, что это нужна большая физическая сила, небольшие очень усилия, это выражение используется еще. То есть может быть и здесь в этом смысле хочется сказать Шлому, что чем захватить город, легче захватить город, чем починить вражду братьев. Знаете, есть такой комментарий к стиху «Люби, Рээха», твоего товарища, можно так перевести, как самого себя, Камоха. А с другой стороны, насчет запрета ненавидеть других, говорится, «Ло тисане ахиха бельвавеха», не ненавидеть брата в сердце. Простой смысл, что нет разницы между Рээха и Ахиха, что другой еврей, он иногда называется «твой товарищ», иногда называется «твой брат». Но один из мудрецов подметил, что все-таки это не случайно, Тора же могла и там, и там написать Ахиха. «Люби Ахиха, Камоха» и «Не ненавидеть Ахиха бельвавеха». Или могла сказать «И там, и там Рээха». Так говорит этот комментатор, что брата можно либо любить, либо ненавидеть. С братом почти не бывает индифферентного отношения, ни любви, ни ненависти, что все равно. Поэтому в случае товарища, просто чужого человека, говорится, нужно его любить именно. А в случае брата, который говорит «Не ненавидеть», если не будешь ненавидеть, то будешь автоматически любить, потому что середина почти не дана. Братья, они всегда либо любят друг друга, это в большинстве случаев, либо ненавидят в некоторых случаях. Мне, кстати, напоминает в одном из детективов, братья Вайнбергов, на базе которых был целый фильм длинный, сделан многосерийный, «Место встречи изменить нельзя». Они знают, если это в фильме, я фильм не смотрел, но книгу когда-то читал, так там говорит один из актеров, что вы думаете, что противоположность любви – это ненависть? Нет, говорит. Противоположность любви – это индифферентное отношение, когда все равно. Во всем случае, это логичное утверждение, что в действительности любовь может переходить в ненависть и назад в любовь, такое бывает. А человек, когда уже все равно, ему наплевать просто. И это действительно обратное от любви в каком-то смысле. В всяком случае, когда братья поссорились, эта ситуация гораздо более часто встречается, чем братья, которые просто друг друга перестали любить, им теперь все равно. Но если братья перестают любить, то они обычно ссорятся и ненавидят. Так вот, значит, продолжение этого стиха в Мишлей «У медианима, опять же, из ссоры кебрия-хормон, как засов дворца». Так можно перейти. То есть тоже так же тяжело ссору починить, помирить их, как открыть дворец, который закрыт на засов, на твердый засов. Это нередкие параллелизмы такого типа в Мишлей и в Тихилам тоже, и в других, и в Пророках, и Шиягу, когда пол стиха, а потом похожее выражение во второй половине стиха. Бывает, что что-то его противоположность, такое тоже в Мишлей часто встречается в других местах Мишлей. Типа, там, допустим, «умный такт», а «глупый наоборот» и так далее. А вот здесь это параллелизм. Братья, поссорившиеся, их так же тяжело помирить, как захватительный город, а ссору исправить, как твердый засов. Какой еще стих используется, Хазаль, по отношению к нашей же главе? Это стих. В начале этой 18 главы Мишлей написано «Ли Таава Ивакеш Нефрад бихольт ушиа и дгала». Ну, тоже очень сложно перевести этот стих, как пишут современные комментаторы, но попытки были сделаны, и можно даже понять, что Хазаль, возможно, считали подножить к этому стиху. Значит, первое слово «Ли Таава» понятно, «Таава» это желание. «Ли Таава Ивакеш Нефрад». Только свою таиву, свои желания пытается добиться Нефрад, тот, кто отделился. То есть, бывает, что человек отделяется от другого, но почему? Потому что ему хочется свои желания необузданные исполнить. И теперь «Бихольт ушиа и дгала». Вот это самая сложная часть данного стиха. Тушиа обычно считается, что это мудрость имеется в виду Тора, возможно, подсказывается Тора. Во всей мудрости «Идгала». Как перевести «Идгала» это самое здесь сложное. Многие комментаторы считают, хотя написано это слово с Айином, то есть, в конце последнего буквы Айин, нужно понимать его как будто там «Хей». То есть, как слово «Гилуй», открыто будет. И так, похоже, Хазаль понимает этот стих, в основном случае согласно Медрашу, который пытается его связать с Лотом. А именно, что после того, как захотел Лот свои физические наслаждения, теперь везде, во всей мудрости, то есть, в Торе, когда читать Тору, откроется его, так сказать, падение. Его позор будет теперь известен всем. И вообще, Хазаль в этой суке рассказывает интереснейшую вещь. Вы наверняка слышали об идее «Грех лишем шамаем», что есть концепция, что иногда лучше даже согрешить лишем шамаем, чем сделать митцву нололи шем шамаем. И эта концепция считается многими очень опасной концепцией, потому что, действительно, в нашей истории были случаи, когда были какие-то секты еврейские, которые, используя эту идею и базируясь на этой идее, разрешили себе всевозможные грешные виды поведения, и все объясняли, что это, наоборот, какое-то исправление духовное в этом, какие-то баллистические объяснения этому давали. Самый известный случай, это, конечно, поклонники Шабатая Цви, но не в начале его даже действий. В начале его действий вроде бы его поклонники, хотя, может быть, не все делали по халахе, они, может быть, 9-й Аф отменили или что-нибудь такое, но в основном это были все еще более-менее соблюдающие евреи. Но уже таков Франк. И он, я уже не помню точно, что он утверждал или известно точно, что он утверждал по отношению к себе, являясь ли он Гилгулом там Шабатая Цви или как-то его продолжением, но во всяком случае, одно известно, что в его секте люди разрешали себе и, наоборот, считали как бы митцвой делать всевозможные грехи, в особенности сексуальные грехи. Там, женщины замужние отдавались другим мужчинам, и все это считалось, что это как бы Авера Ли Шем Шамаем. И вы себе представляете, как это потрясло еврейский народ? Трудно себе представить что-то, что больше потрясло еврейский народ из внутренних потрясений, чем этот Яков Франк. Хуже, чем сам Шабатая Цви и хуже, чем фактически любой другой вредный лидер в те периоды времени. То есть, до начала реформизма еврейский народ в основном был соблюдающим и вот кроме этого одного крупного отхода, были, конечно, отдельные евреи, которые приходили в крестьянство или в ислам, но вот кроме этого, да, сам переход, кстати, Шабатая Цви в ислам тоже очень сильно повлиял, конечно, в плохую сторону еврейский народ. Но вот, в самом случае, Яков Франк, он, без сомнения, один из самых вредных лидеров нашего народа, который действительно принялся огромный ущерб. Поэтому, обычно, комментаторы подчеркивают, что вот эта идея Авера Ли Шем Шамаем, нужно очень осторожно с ней быть и есть только очень определенные ситуации, в которых возможно как-то использовать эту концепцию. Это далеко не постоянный, так сказать, вид поведения. Рамхаль целую книгу написал, Кинад Хашем Цивакот, Ревность за Бога Воинств, где он как раз эту концепцию каббалистически объясняет. Как известно, Гра всю жизнь боялся, что хасиды пойдут по этому пути, поэтому такой вал против хасидов. Сегодня трудно поверить, что Вильямский Гаон мог не принять таких праведных людей, как хасиды. Вроде бы, это самая наша опора иудаизма сегодня, это хасидские евреи. И сегодня литовские евреи никогда практически с ними не воюют, хотя есть какие-то различия, во всех группах есть различия, но, по крайней мере, все эти диспуты забыты полностью. Но тогда, в самом начале движения хасидизма была реальная опасность, или, в основном случае, Гра видел эту опасность, что хасиды пойдут в точности по этому же пути, что разрешая одно, другое, еще одной сектой, похожей на секты, которые исследовали сначала Шаба Тайцви, а потом Якова Франку. Поэтому можно понять о следующем Вильямского Гаона и столько воды с тех пор утекло, теперь, конечно, уже все друг друга простили и забыли, но и нужно это забыть. Наш народ не может себе позволить держать злобу столько времени. Но когда-то это была настоящая война между хасидимом и снагдем, как известно. Так вот, наша Гимура говорит, что дети Лота, дочки Лота действовали Лишем Шамаем. То есть, они, забеременев от отца, они делали как бы Авера Лишем Шамаем, в отличие от него самого. И вот это то, что здесь, чем занимается здесь Талмуд, что он сам, когда... Все это приводит, комментари Раши это приводит, что когда Лот пошел спать второй раз, он уже знал, что произошло в предыдущей ночь, и все равно пошел спать. Но они делали Лишем Шамаем, а Лот нет. Кстати, то, что считается, что простой смысл, что они думали, что весь мир был разрушен, это за одним из них не факт. И есть комментаторы, которые считают, что не то, что думали, что вообще весь мир разрушен, но в любом случае хотели иметь детей, единственный способ у них иметь детей было от отца, потому что они только с ним жили, и он уже никуда в старом возрасте не собирался двигаться, а они становились все старше и старше, и понимали, что никто их жены уже не возьмет, и даже если отец умрет, когда-нибудь уже искать Шиду. И поэтому они решили забеременеть от отца и родить детей, чтобы продолжался род, праведный род Аврагама, фактически, да, они не были прямыми потомками Аврагама, но, во всяком случае, происходили от очень важного рода, который хотели продолжить, и такой вот грех лишим Шимаем они совершили. Мы же еще говорим об Нейнуах, да, если бы, например, в подобной же ситуации какая-то еврейка решила забеременеть от отца, то вряд ли бы Хазаль ее восхваляли, но в случаях в Нейнуах, где не очевиден запрет какой-то конкретный на их акцию, в таком случае Хазаль их даже восхваляют, не только не критикуют, говорят, что они сделали все лишим Шимаем. Только теперь я хочу прочесть комментарии, прочесть комментарии, о Вильнюсского Гаона к этим двум стихам, потому что, как я уже сказал, в этом году у нас основной наш фокус на стихах книги Мишлей, которые какое-то имеют отношение к недельной главе. Я немножко отвлекся на комментариях к самой главе, но моя цель была разные стихи из Мишлей комментировать. Так вот пишет Гра по отношению к первому стиху 18 главы Мишлей, что как только человек отделяется от Торы, не Фран, то, что отделился от Торы, тут же он бежит за Тайвой, за желаниями. Кстати, некоторые считают, что здесь не Фран, само слово еще как-то подсказывает именно желания сексуальные, потому что так, например, мы видим в книге Гошея, 4 глава, 14 стих, там тот же самый корень говорит именно о знут, о разной распущенности сексуальной. Но, во всяком случае, ясно одно, что либо Тора, либо желания. Две вещи эти очень плохо могут существовать вместе, рука об руку. Есть такой медраж, например, который игра приводит в другом месте, что прежде чем молиться, чтобы Тора вошла в тебя, молиться, чтобы не слишком много еды вошло в тебя. Типа, люди, которые любят пировать только и ублаждая свой желудок, у них не будет особенно возможности по-настоящему изучать Тору. В всяком случае, Гра твердо верил всю свою жизнь, что либо-либо, что очень трудно человеку и наслаждаться полностью этим миром на всю катушку и одновременно с этим заниматься Торой как следует. Так вот, он объясняет, что тот, кто бежит за Тайвой, за желаниями и хочет ее, да, это вот человек, который отделился от Торы, потому что Тора дала бы ему возможность как-то это ограничивать свои Тайвы, свои желания необузданные. И, опять же, Бехольт ушает Гала, он тоже объясняет, похоже, Айн, как будто это Хей, то есть, его, говорит, Едгала через Хей будет открыт его колонн, его позор будет открыт всем. Везде цитируют то, что Гемора говорит про людей, которые, да, мудрецы Торы, которые все время ездят на разные пируи, пируют со всякими необразованными амарацами, да, простолюдинами, говорит, что их называют те, кто облизывают тарелки, да, издевались, так, наши мудрецы, над теми Истамедейхахамем, которые, вместо того, чтобы Торой заниматься, любят на пиршество ходить. Знаете, как Стругацкие изобрели эту идею, что, ну, это как бы одна из шуток, их, конечно, вот в понедельник начинают в субботу, что люди, которые перестают заниматься наукой по-настоящему, у них начинают уши обрастать, обрастать волосами, да, что волосатые уши, это знак, что он уже, вместо того, чтобы заниматься наукой, он уже занимается глупостями. Так вот, Лехавдил, здесь наши мудрецы тоже придумали вот такую идею, что человек, который вместо того, чтобы Торой заниматься, да, по пиршеством ходит, его называют тот, кто тарелки облизывает. Вот, и получается, что он, значит, приводит себе плохое имя и даже своей всей семье, и своему раввину, который его учил, и своим детям, и всем своим домочадцам, до всех поколений. Вот, это, значит, комментарий Грак первому стиху. Что касается девятнадцатого стиха, он, похоже, понимает этот стих в контексте предыдущего стиха, что до этого говорится, что Гораль, то есть жребий, разрешает споры между большими, да, большие споры разрешают жребий. Большая злоба, если люди, например, спорят, допустим, два брата о имуществе, как разделить, кому что достанется, это может разделить все жребий. И поэтому в этом контексте продолжение, соответственно, что если ты получил жребием какую-то часть, которой ты недоволен, то тогда все равно должен это принять, что жребие это миношамаем, так же, как разделение земли израиль, например, было с помощью жребия, что это все миношамаем. И вот этот мусорный урок, который постоянно граб подчеркивает в своих письмах на пряжене, что человек не может чужое получить, все, что тебе принадлежит, все же не тебе отдаст. Поэтому вместо того, чтобы злиться и расстраиваться и думать, что все могло быть по-другому, да, если уже разделились и каждый получил свое, то пусть теперь идет в свою сторону то, что ему выпало его участь и не расстраиваться, все это миношамаем. Получается, конечно, согласно комментариям Грая, этот стих, в самом случае, на этом уровне понимания к слоту не имеет особого отношения, а наоборот, даже в каком-то смысле позитивно описывают эти стихи, что если так разделились, то это так же, как говорит засов у дворца очень крепкий, и тот, кто там спрячется и закроет дверь на засов, к нему уже не подойти, так же и тот, кто разделился с помощью жребия, уже один к другому не подойдет. И что основная цель этого стиха, согласно Гра, это, как я сказал, чтобы люди не спорили с результатом жребия и были довольны своей участью. Я уже говорил, что этот стих, так же как и первый стих, так же глава, очень сложный, поэтому есть совершенно разные интерпретации, согласно которым совершенно разный мусар от этих стихов. но вот согласно тем интерпретациям, которые считают, что стих подсказывает подобие ситуации с лотом, то наш мусар, соответственно, из этого стиха понятен, что нельзя ссориться и разделяться, потому что потом это будет так уже твердо, как засов в замке, и уже ничего потом не изменишь. Люди иногда начинают ссориться из-за мелочей, есть еще подобный стих. В 17 главе 14 стих, который тоже, кстати, к нашей истории вполне подойдет, его тоже можно было бы выбрать, говорит, «Потер Маим решит Мадон, в лифней Хидгала», опять тот же корень Хидгала, опять сайном на конце, «Харив, не тош». Что этот стих говорит? Начало открывания воды это когда споры начинаются, то есть это сравнивается, как, знаете, если маленькую дырочку где-то делают и вода начинает вытекать. А потом, чем больше тьет вода, тем больше, значит, давление воды еще больше раскрывает эту дырку и постепенно там уже идет, не капает просто, а начинается целый поток. Да, владельцы домов об этом хорошо знают, что если сразу не починить какой-то маленький «лик», где-то, где протекает, то потом становится все хуже и хуже. Так вот, так же и споры людей, что они начинаются с мелочи, а потом разрастаются и уже это не остановить. Поэтому, говорит, «лифней хитгала», до того, как хитгала, тот же самый корень, до того, как это все раскрылось на полную катушку, «не то ж, оставь». Горив, да, до того, как хитгала горив, споры раскрутились на полную катушку, «не то ж, оставь». Да, то есть первый, кто перестает отвечать, да, говорит, что «Окей, не обязательно, чтобы мое последнее слово было за мной. Давай лучше попытаемся остановить эти споры, прежде чем они разрослись до чего-то, что уже не остановишь». То тогда действительно это прекрасный совет. Если бы когда-то Лот, например, сказал Аврааму, да, когда Аврааму предложил, «Давай разделимся», начало уже все из-за споров пастухов, так мог бы Лот сказать, «Да что ты? Что вы? Авраам, я же от вас учился всю жизнь, я же бросил отчий дом, только чтобы от вас учиться. Вы для меня со мной наибольший авторитет, вы мой рэби, как я могу оставить вас? Ни в коем случае, мы разберемся с пастухами, да, пожалуйста, не бросайте меня, я буду от вас дальше учиться». Но нет, Лот разошел с Авраамом, потом у него был еще один случай, еще один шанс вернуться назад, когда он уже увидел, что Авраам был готов для него рисковать жизнью и спасти его из лап четырех царей, и все равно Лот, похоже, вернулся назад без всяких проблем, Торо не описывает никакого диалога. Интересно, что Авраам всю эту битву сделал с четырьмя царями ради Лота, но Торо не сказал ни слова о том, что же в результате Лот сказал, когда Авраам его спас. Но Лот опять возвращается в дом, ничего не изменилось. Единственное, что Лот подхватил Авраама, это его любовь к гостеприимству, это мы видим опять же в нашей главе. А в остальном Лот считает себя уже достаточно независимым, и навсегда их пути со враговым разделились, а потом уже потомки Лота, нация, которая от него произошла, две нации, которые произошли, дальше продолжали враждебную политику в отношении к нашему народу, и поэтому потом Тора вообще запретила нам смешиваться с ними. То есть, то, что началось как маленький спор, в результате закончилось крупными разделениями. И на этом заканчивается наш урок. Лилифо шлема расахабихон нимшель хадаса батагула вихолисраль.